День добрый, уважаемые коллеги, меня зовут Александр и мы с вами снова на площадке агроцентра региона Севера компании Сингента. В данном случае я нахожусь на участке озимой пшеницы, посеянной в сентябре 2020 года. И в начале текущего сезона здесь был заложен опыт по гербицидным обработкам. Было заложено несколько вариантов системы защиты компании Сингента. И посмотрите, насколько эффективно сработала система защиты. В данном случае участок по гербицидным опытам мы видим. Обратите внимание, технологический проход, есть небольшое количество юнка, как погибшего, так и продолжающего вегетировать, но имеющие признаки гербицидного воздействия. Технологический проход достаточно чистый и чистые посевы озимой пшеницы. Обработка проходила 14 мая, прошло достаточно времени и сейчас я хочу вам продемонстрировать контрольный участок. Обратите внимание, здесь примерно находятся границы обработанного участка и контрольного участка, где не проводились гербицидные обработки. Технологический проход, мы можем видеть большое количество различного сорняка. Это ерудка, горец вюнковый, куда же мы без марья белый марь присутствует, осод желтый, подморенник цепкий, практически по всей площади распределен. Вот этот чудо-сорняк для меня новый, по-моему это метлица. Кстати, по поводу этого сорняка я чуть позже попробую записать еще одно видео. И, скажем так, на всей делянке видно огромное количество сорняка, который чувствует себя достаточно хорошо и вольготно. Вот такой интересный, на мой взгляд, опыт был заложен в текущем сезоне. Если вам интересна подробная схема обработок, которая была проведена на полевом городе, вы можете пройти по схеме, по ссылке, прикрепленной к данному видео. Либо, находясь на нашем поле, сканировать QR-код и пройти пересылки на интересующую вас демонстрационную площадку. Спасибо за внимание, Александр, всего доброго.